Всем привет! В этом видео я хочу поделиться с вами еще одним тестовым заданием, которое я когда-то получил, претендуя на должность... Как видите, здесь написано Junior Middle Java, да? То есть вакансия звучала как Junior Middle Java Разработчик. То есть границы, вот такой вот, что это для Junior, это для Middle, не было. Поэтому я не могу здесь четко обозначить, что это, допустим, для Junior или для Middle. То есть фирма, скорее всего, искала Junior, который уже что-то знает, и ему не так много до Middle нужно. Скорее всего, где-то вот такое искали. Так-с. Дальше поехали. Задачу я опять немного изменил. То есть я не собираюсь выкладывать в один-в-один. И третье, опять же, делать или не делать, это на ваше усмотрение. Я лишь просто делюсь заданием. Хочу лишь показать уровень сложности задания, которые вы можете получить, претендуя на нечто похожее. Ну, вот, на какую-то такую должность. Итак, что предлагала сделать? Да, я хоть задание изменил, но ядро я сохраняю. То есть я лишь немного формулировки изменяю, функционал требований чуть меняю. Но концептуально здесь ядро остается. Так что не думайте, что я тут совсем выдумываю. Так-с. Поехали к заданию. Как мы видим, задача разработать веб-сервис, прогнозы погоды, требования. Единственное требование, которое было, вот реально, да, это разработать на Java. Детали на усмотрение разработчика. Вот этим заданием мне лично очень понравилось. То есть, если вы, например, знаете только одни сокеты, только одни сокеты, и не знаете, что такое Spring, что такое Java и Е, в принципе, вы можете прямо на этих сокетах реализовать сервис. То есть, прямо на самых примитивных вещах можно было бы их реализовать. А можно, если вы бы знали более продвинутые вещи, типа Spring, да, можно было бы на нем. То есть, не было четкой границы. И это, по мне, так круто, когда дают некоторую свободу. А здесь вообще полную свободу, можно сказать, дали. Что сервис должен был сделать? Он должен был отображать информацию о погоде с различных погодных сервисов в интернет. То есть, потенциально ваш веб-сервис где-то должен был разместиться на каком-то... Короче, быть веб-сервисом где-то в интернете его надо было разместить в итоге. И пользователь к нему обращался. И получал информацию о погоде. Здесь еще написано, каким образом он это делает. То есть, он вводит город и сервис, которым он пользуется. И здесь стоит подчеркнуть, что здесь не сказано, каким образом реализован погодный сервис. Все, что сказано, должно быть в различных веб-сервисах. А какие именно эти веб-сервисы, опять же, не сказано. То есть, опять же, у вас есть выбор. Вы можете, получается, самостоятельно, то есть, фейковые погодные сервисы у себя там реализовать их два. А можно, я, например, сделал... Каким образом? Я нашел в сети интернет бесплатные существующие веб-сервисы прогнозы погоды, взял у них, зарегистрировался, взял у них ключи и делал запросы к ним. И затем отображал в своем приложении. То есть, неким посредником мой веб-сервис, по сути дела, был. Но здесь, вот, ничего не было сказано про то, что я именно таким образом должен был постучать, предлагать. Нет, нет, нет. Так, по функционалу минимум два погодных сервиса и минимум два показателя погоды. К слову, если вы бы стали реализовать, как я реализовал, то есть, стучаться в реальные веб-сервисы, в реальные, то там они возвращают огромный список различных показателей погоды. То есть, там выбрать можно было бы из много чего. Такс. Дальше. Нужно сохранять настройки пользователя между перезапусками браузера. То есть, если у вас пользователь выбрал какой-то веб-сервис, нужно, чтобы вот этот выбранный веб-сервис у него сохранился, когда вы закрыли браузер и снова открыли. Это, в принципе, легко осуществляется, если вы знаете, знакомы с механизмом Куки. Вам нужно просто время Кук задать и всё. Такс. Время жизни для Кук. И последнее требование. Вот это требование моё, это я его добавил. Там немножечко другое требование, но оно какое-то скучное, неинтересное. И я вам предлагаю сделать немножечко другое, которое даже более реалистично, чем то, что предлагалось. Потому что, вот если вы бы реализовывали, как я, то есть, через запросы к внешним сервисам, то это, по идее, лишняя работа. Она не добавляет качества вашему сервису. Реально-то. Погода не меняется каждые пять минут. То есть, я предлагал вам реализовать, закэшировать результат запроса пользователя на пять минут. Или больше интервал. Это уже от вашего желания зависит. То есть, пользователь делает запрос. Если он первый раз, это его первый запрос, вы обращаетесь к сервису, тянете данные. Тянете данные. И отдаете результат. Если пользователь делает точно такой же запрос, то мы не обращаемся к сервису снова. Мы идем в кэшированный запрос. в кэшированный результат запроса. К слову, вот это реализовать можно... есть механизмы, например, в спринге есть энкэш, эхкэш. Есть база данных, мэмкэш. Но я реализовывал через Redis. Там есть такая прикольная фича. Советую вам познакомиться с Redis, если вы не знакомы. Достаточно простая база данных. Но у меня есть прикольная такая фича. Вы можете на какую-то запись поставить время жизни. И тогда вот эта строчка очень легко разрешается. Вот такое тестовое задание. Опять же повторюсь, что это не совсем то, что я получил. Слегка изменил. Но консультально это одно и то же. То есть вот такую примерно сложность вы можете получить, претендуя на вот такую позицию. Что ж. На этом все. See you next time. Субтитры сделал DimaTorzok